Мама! Отлично! Примерно так громко и уверенно должны кричать дети, если вдруг потерялись в незнакомом месте. О правилах поведения в экстренных ситуациях ученикам 135-й школы рассказал доброволец из поисково-спасательного отряда. Людмила Игоревна не первый раз выступает с такими лекциями перед детьми. В этот раз программа для самых маленьких. Бывают разные случаи и чем быстрее мы начинаем искать, тем быстрее мы находим. То есть чем быстрее родители обращаются за помощью в полицию, в поисковый отряд, тем вероятность быстрого нахождения ребенка увеличивается. Только за ноябрь зафиксировали 41 обращение о пропаже человека. Найдены не все. Судьба трех человек еще неизвестна. Один найден погибшим. Новость о пропаже людей, особенно детей, многие воспринимают остро. Начинают паниковать, испытывать тревогу и беспокойство за своих близких. Обязательно в таком сообщении есть какая-то информация о том, что это знакомый какого-то знакомого, что даже если не лично касается, то кто-то кого-то знает. И эта история может коснуться любого человека абсолютно. И как родители я паникую в такой ситуации. То есть у меня двое детей, и если бы что-то случилось подобное с моими детьми, я не знаю, что бы делать. Пойдем, я тебя провожу. Пойдем, пойдем. Ты же меня знаешь, мама там с красными туплями. Она хотела тебе рассказывать, что хочет, что он будет тут. Можно, Маша, со мной идти? Нет. Нельзя, конечно. Зачем идешь? Это лишь один из наглядных примеров о том, что незнакомцев надо опасаться. Но и за помощью обращаться обязательно. Только выбирать человека нужно доброжелательного. Лучше всего женщину с ребенком. Как правило, мамы, говорят специалисты, на произвол судьбы никого не оставляют. Я, когда был маленьким, мы гуляли с мамой по торговому центру. И я засмотрелся на машинку и потерялся. На долго? Ну, на минут 20 где-то. Чаще всего дети теряются в незнакомых местах с большим скоплением людей. Алгоритм действий – первое – остановиться, второе – оглядеться. Если заметил маму, надо громко крикнуть «мама». А если ее нет, вспоминать номер телефона, пытаться дозвониться. Хотя бы кнопочный телефон у ребенка должен быть с собой. Мы очень часто с мамой ходили в магазины, и она там диктовала свой номер телефона. Я его очень хорошо запомнила. И теперь, когда я боюсь потеряться, я сразу вспоминаю телефон мамы. Потому что, если что, я могу ей позвонить. Правила простые, но в момент паники о них часто забывают. Чтобы эмоции немного остудить, нужно заставить вспомнить в себя необходимый алгоритм действий и напоминать о нем ребенку. Но не подростку. Он воспримет это как нотацию. С детьми переходного возраста нужно выстроить как можно более доверительные отношения. Ну, в первую очередь, сейчас стараемся как меньше просто в принципе ругать. Не ставить себя на позицию, что, ах, ты не прав. А как-то пытаться разобраться в ситуации, чтобы ребенок сам понял, где он прав, а где не прав. В каких ситуациях нужно было поступить так и объяснить, почему мы волнуемся и что происходит. Порой и одной профилактической встречи хватает, говорят волонтеры Лизы Алерт, чтобы научить детей необходимым навыкам в случае пропажи. Родители отмечают, что школьники слушают добровольцев всегда с большим интересом, чем опекающих мам и пап. Особенно, если прикладная беседа в виде увлекательной игры. Тогда сложные правила усваивать и легче, и приятнее. Ирина Корчогина, Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.